Так и хочется сказать, самые красивые девушки России подписчицы канала Green Planet. Всем большой привет! Меня зовут Оксана, и я рада новой встрече с вами. Сегодня я хочу познакомить вас с кокосовым маслом. О его чудодейственных свойствах я слышала давно. Девочки на многих форумах писали, как оно полезно для волос. Я бьюти-маньяк, поэтому, конечно же, начала искать это масло в продаже, купила и пользуюсь уже, наверное, года полтора. Хочу сказать, что эффект потрясающий. Меня это масло потрясло. Для волос просто идеальное средство. Оно их насыщает, увлажняет и прекрасно разглаживает. Вот так я пользуюсь этим маслом. Достаточно нанести совсем немного на ладони, потереть и потом провести по кончикам волос. При температуре ниже плюс 25 градусов кокосовое масло твердеет. Но не пугайтесь, своих свойств оно от этого не теряет и тает мгновенно. Кстати, это показатель хорошего качества масла. Если оно не твердеет, значит вы купили подделку. Кокосовое масло можно использовать не только само по себе, но и делать на его основе маски. И сегодня я хочу поделиться с вами своей любимой питательной маской для роста волос. Итак, дома находим кокосовое масло, мед и яйца. Количество ингредиентов зависит от длины и густоты волос. Мне, например, достаточно 2 столовые ложки кокосового масла. Предварительно его нужно растопить, потому что вот оно в таком виде у нас чаще всего бывает. Но для маски вот я его растопила в микроволновой печи. Буквально 30 секунд. Немного расскажу о полезных качествах кокосового масла. Оно богато жирами, витаминами, кератином. Очень хорошо разглаживает волосы, избавляет от перхоти, заряжает их энергией и помогает бороться с сечеными концами. Сейчас мне даже реже приходится стричь волосы, что, конечно, радует. Яйца богаты витаминами группы В и А. Фосфором, цинком, медью. Эти элементы необходимы нашему организму в целом, а волосам в отдельности. Они питают волосы, делают их здоровыми и улучшают рост. Я использую на свою длину 2 яйца. Смешиваем все компоненты. Сначала немножко даже можно взбить яйцо, так будет легче. Добавляем масло. Теперь мед. Очень питательная маска, она очень хорошо улучшает рост волос. И волосы становятся как будто светящимися изнутри. Все тщательно размешиваем до однородной консистенции. Можно даже чуть-чуть такие взбивательные движения делать. Все, получилось. Маска готова. Я наношу сначала эту маску на корни, затем распределяю по всей длине волос, уделяя особенное внимание кончикам. Держу 1 час. Смывать маску нужно прохладной водой, ни в коем случае не горячей, иначе яйца просто сварятся в волосах. Для усиления эффекта наденьте на голову целлофановый пакет или шапочку для душа, а также махровое полотенце. С первого раза эта маска вам может не понравиться, потому что кокосовое масло, мед будет подтекать, вас это будет раздражать. Поэтому рекомендую набросить второе полотенце на плечи, и так вам будет намного комфортнее. Эта маска способствует росту волос, питает их, делает здоровыми и блестящими. Но кокосовое масло полезно не только для волос, оно идеально для загара. К счастью, прошли уже те времена, когда девушки не пользовались средствами защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Вспоминаю себя лет 5 назад, я тоже не видела в них смысла. В результате вместо красивого ровного загара, красная кожа, обгоревший нос, шелушение, думаю, себя многие узнают. Но сейчас я активно пропагандирую культуру правильного загара, как красиво сказала. В общем, валяться на солнышке тоже нужно с умом. Так вот, кокосовое масло – идеальный помощник для получения красивого ровного загара. Во-первых, оно увлажняет кожу, нет ощущения стянутости после солнечных процедур. А во-вторых, с ним загар ложится гораздо быстрее. Именно поэтому компания Green Planet выбрала его в качестве основного компонента – масло для загара по карибской формуле. Натуральный запах, быстрое впитывание, увлажнение, ровный загар – что еще нужно девушке для счастья на отдыхе. Правда, пользоваться этим маслом рекомендовано уже на подготовленной коже, так как SPF у него всего тройка. Поэтому в первые дни пребывания на солнце используйте средства с более высоким фактором защиты. Обычно рекомендуют начинать с SPF 25, постепенно понижая цифру. Если кожа смуглая, то можно SPF 15. Теперь несколько слов об этом масле. Оно имеет очень приятный аромат, легко распределяется, но перед использованием обязательно взбалтывайте. И еще не забывайте наносить его каждый раз после купания, потому что оно не водостойкое. Главная фишка этого масла в биостимуляторе выработки меланина – это ноу-хау на рынке подобных средств. И, кстати, компания Green Planet первая в России начала его использовать для создания средств для загара. Биостимулятор выработки меланина был разработан немецкой фармацевтической компанией Merck. Кстати, у компании есть музей продукции, где представлены средства для загара компании Green Planet, как первая российская компания, которая стала использовать биостимулятор выработки меланина в своей продукции. Биостимулятор обеспечивает быстрое получение красивого оттенка кожи, усиливает его интенсивность и помогает дольше сохранить загар. Кроме этого масла в линейке представлены и другие подобные средства. У них у всех разный SPF, но они все содержат биостимулятор выработки меланина. Также у них у всех разный аромат, поэтому каждая девушка выберет на свой вкус. Лето в самом разгаре, поэтому не упускайте ни одного дня этого волшебного времени года. Питайте организм витаминами, купайтесь, загорайте, валяйтесь на солнышке и обязательно используйте солнцезащитные средства. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Ставьте отметку «Мне нравится», пишите отзывы, комментарии, задавайте вопросы, отвечу на каждый. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали и, конечно же, принимайте участие в наших новых конкурсах. Оставляйте под этим видео свои любимые домашние рецепты красоты. Автор каждого получит гарантированный приз. Три средства от компании Green Planet на свой выбор. А автор лучшего получит целую корзину косметики на сумму 2000 рублей. Сроки проведения конкурса смотрите под этим видео. На этом я с вами прощаюсь. Желаю отличного настроения. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok